Развиваться, получать новые знания и идти вперед к своей цели. Наверное, это и есть у каждого человека, но порой добиваться высот приходится намного тяжелее, особенно когда поставлен диагноз «Умственная отсталость». Так произошло и с нашей следующей героиней, Софья Стрекаловская. Ей уже 17 лет, но вердикт врачей не поставил точку в ее развитии. С вами благотворительный телепроект «Город добрых сердец» и я его ведущая Алена Белозерцева. Каждое слово перерастает в предложение медленно, но уверенно. Для обычного человека прочитать стих не составит труда. Для Сони это большие усилия и кропотливая работа учителей и родителей. Надежда Николаевна отмечает успехи девочки в школе. Девочка спокойная, отзывчивая, добрая. Учится она неплохо. Особенно хорошо у нее идет русский язык. Рисование. Любит рисовать. Ну и вышивает. Вышивала. Ходила на кружок вышивка по бисеру. Ну а сейчас на данный момент вышивает крестика. На школьных кружках родители Сони не ограничились и стараются развивать ее вне учебных стен. А помогают им в этом такие же родные преподаватели. Вместе с классом Софья ходит на различные кружки, которые ей очень нравятся. Ходим, делаем разные подделки. Последняя какая вы подделка? Куда ходили? Музейный центр. Что там делали? Там делали... Синий лес. Синий лес делали. Из чего? Из бумаги. До введения ограничительных мер после уроков Софья спешила на каток. Это увлечение ей больше всех пришлось по душе. Ну я на катке катаюсь на коньках. Еще научилась сзади кататься на коньках. Все сама? Да. Сначала мне папа научил сзади ту кататься. Держал сначала. Сначала держал, а потом я сама научилась. Нравится? Она у меня на коньках с пяти лет. Но мы сначала ходили, у нас там озеро есть. И вот мы на озеро ходили. Как бы она не так, не очень-то. А потом, когда каток сделали, и вот у нас словно каток не ездить стали. Вот в те годы мы ездили, а сейчас каток закрыт. Но как только каток начнет свою работу, Софья вместе с родителями сразу же туда отправится. А пока день за днем девочка пополняет свои знания. Ну мы с ней читаем, как бы она занимается, считает и пишет иногда дома. Что-то дополнительное какие-то с репетиторами, с логопедами? Да, вот в школе у нее логопед есть, в школе с ней занимается. Дома как бы мы с ней занимаемся. Есть ли какие-то результаты? Вообще, что говорят врачи? Ну не знаю, врачи пока ничего не говорят так. Цена знаний особенно высока, когда добывать их приходится как полезную руду, ежедневно прикладывая немало сил и времени. Наша юная героиня не боится сложностей, а рядом с ней всегда близкие и понимающие люди. Несомненно, впереди у Софьи еще много новых вершин и достижений. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok